Беседа Иоанна Златоуста о будущем наказании грешников, о Геенне. Итак, встанем спрашивать не о том, где она находится, Геенна Огненная, но как избежать ее, а также на том основании, что Бог не всех наказывает здесь, ты не должен не верить будущим наказаниям. Ведь Он, человеколюбив и долготерпелив, потому угрожает и не тотчас вергает в Геенну. «Не хочу смерти грешника», — говорит Господь. «А если нет смерти для грешника, то это напрасно сказано. Знаю, что для вас всего неприятнее речь о Геенне, но для меня нет ничего приятнее этого. О, если бы вы и за обедом, и за ужином, и в бане, везде беседовали о Геенне, тогда мы не сетовали бы на настоящее бедствие и не услаждались бы земными благами. Да и что ты назовешь несчастьем? Нищету, болезнь, плен, лишение членов тела. Все это достойно смеха в сравнении с будущим наказанием. Хотя бы ты указал мне на томящихся всегда от голода, на лишенных зрением вслоденчества, на живущих нищенством, и это ничего не значит в сравнении с будущим мучением. Потому будем непрестанно говорить о Геенне, память о которой не допустит нас впасть в нее. Или не слышал, каков был Нерон, которого Павел называет антихристовую тайною. Тайно беззаконнее уже в действии, говорит он. Итак, что же, неужели ничего не потерпит Нерон? Ничего не потерпит антихрист, ничего дьявол. А следовательно, антихрист и дьявол всегда будут потому, что, оставшись без наказания, не оставят злобы своей. Да, говоришь ты, всякому известно, что есть наказание Геена, но впадут в Геенну одни неверующие. Почему же, скажи мне? Потому, отвечая, что верующие познали своего владыку. Что же из этого? Если жизнь их нечиста, то они подвергнутся за это большему наказанию, чем неверные. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся. Послание к римлянам. И еще. Раб, знавший волю Господина своего, не сделавший, бит будет много. Иван говорит от Луки. Но если это сказано без цели, и нам не придется отдавать отчет в жизни, то дьявол не будет наказан, потому что он знает Бога лучше многих из людей. И все бесы знают Бога, трепещут Его и признают судьею. Значит, если не потребуется от нас отчета в жизни и в злых делах, то и бесы избегнут наказания. Нет, это не так. Не обманывайте сами себя, возлюбленные. Если нет гиены, то как же апостолы будут судить 12 колен Израилевых? Как же, Павел говорит, разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? Для чего же Христос сказал? Жители Неневи восстанут на суд и осудят род сей. И еще. В земле Содомской отрадней будет день суда. Итак, зачем ты шутишь тем, чем шутить не должно? Зачем ты обманываешь себя самого и вводишь в заблуждение душу свою? Зачем борешься против Божьего человеколюбия? Бог уготовил гиену и угрожает ею для того именно, чтобы мы, сделавшись от страха лучше, не впали в нее. Таким образом, кто не позволяет говорить о гиене, тот незаметно делает нечто иное, как этим обманом толкает и ввергает другого в гиену. Не ослабляй же рук, подвязающихся в добродетели. Не усиливай нерадения в людях, погруженных в сон. Если бы большинство людей поверили, что нет гиены, то когда они отстанут от порока? Где же явится правда? Не говорю о правде в отношении к грешникам и праведникам, но в отношении к грешникам и к грешникам. Почему один наказан здесь, а другой не наказан за одни и те же грехи или и гораздо более тяжкие? Если нет гиены, то в состоянии будешь отвечать на такое возражение. А потому и прошу вас оставить такую смешную мысль и этим заградить уста, возражающих против этого. В самых малых делах, как худых, так и добрых, будет строгое испытание. И за нескромный взгляд мы подвергнемся наказанию, дадим отсчет за праздное слово, за смех и злоречие, за комысл и пьянство, а равно и в добрых делах, за чашу студеной воды, за ласковое слово, за один вздох получим награду. Сказано в книге Иезекииля пророка. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Как же ты смеешь говорить, что Бог, с такой строгостью испытывающий нашу жизнь, напрасно и без причины угрожает гиенную? Прошу тебя, не губи такими суетными надеждами и себя самого, и тех, которые верят тебе. Если ты не веришь нашим словам, спроси иудеев, еленов, всех еретиков. И все они как бы одними устами ответят, что будет слух и воздаяние. Но тебе недостаточно человеческого свидетельства. Тогда спроси самих бесов, и услышишь, как они вопьют. Зачем пришел ты прежде времени мучить нас? Евангелие Атмосея Сообразив же все это, убеди душу твою не предаваться стуэтным мыслям, чтобы она на опыте не изведала гиенную, а напротив, уцеломудрившись, помышлением о гиене могла бы не только избежать будущих мучений, но и получить будущее благо. Благодатью человека любим, Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава держала в честь ныне и пресне и вовеки веков. Аминь. Боже, будь милостью ко мне грешному, создавая мне Господи, помилуй меня. Вячеславе, если грешил Господи, прости мне грешного и помилуй. Спаслицей на Крестово. Спасибо. 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 Спасибо.